А как вот ходить? Попрошенничать? Тоже не сможешь, не попрошенничаешь. Илья Чернов один из сотен казанцев, кто в эти дни лишился работы. На днях он уволился с должности кондуктора просто потому, что из-за эпидемии коронавируса испугался большого пассажиропотока. Говорит, не хотел рисковать жизнью. Решил подработать на стройке, но сейчас рабочие руки не нужны. И там, говорят, приходить, когда ситуация стабилизируется. Из-за этих же коронавирусов ничего не работает и устроиться нельзя. И вот чего-то мне как делать? У меня финансов нет, денег нет. И до какого это еще продлиться? А на что жить? Россияне давно привыкли и к безработице, и к регулярным кризисам, говорят эксперты. Дефолт в 98-м году, мировой финансовый кризис в 2008-м. Кризис из-за санкций в 2014-м, а сейчас очередной из-за пандемии коронавируса. Отличие этого от предыдущих в том, что людям впервые запретили выходить из дома. А значит, под угрозой закрытия миллионы предприятий малого и среднего бизнеса. Они не смогут выплачивать зарплату не потому, что они нечестные там, или какие-то жадные, а потому что у них просто физически не будет денег. И поэтому могу высказать такую рекомендацию, кто сейчас сидит дома и у кого есть мало запасов или их нету, максимально экономить деньги. Под особым ударом сейчас находятся сферы общепита, бытовых услуг, розничной торговли, развлечений и туризма. Эксперты уверены, в режиме тотальной экономии россияне будут урезать именно эти расходы, а значит, еще больше компаний разорятся и еще больше людей потеряют работу. Меры государственной поддержки при этом могут и не сработать. В таких условиях единственный совет экспертов затянуть пояса потуже. По их прогнозам экономика может стабилизироваться только во втором полугодии. Иван Кузьмин, Максим Малов, телеканал Эфир.